История Тверской земли богата и многогранна. Немало замечательных людей, которыми гордится Отечество, связаны с нашим краем. Кто-то из них провел здесь всю свою жизнь, другие разлетелись по свету, сохраняя в душе любовь к Тверской земле. Их судьбы – это история нашей с вами страны. Это гордость земли Тверской. Михаил Тверской Древний Новгородский Кремль. Именно здесь, словно огромный безмолвный колокол, вросший в эту столь много поведавшую землю, стоит памятник тысячелетию России. Этот памятник воплотил в себе историю нашего государства, историю нашего народа. Можно без конца ходить вокруг него и вглядываться в лица людей, которые здесь изображены. Именно они прославили российское государство. Среди них – святой благоверный князь Михаил Ярославич, небесный заступник Твери. Скульптор изобразил Тверского князя за несколько минут до его трагической смерти в Орде. С непокрытой головой стоит он на коленях, руки его в цепях, лицо обращено с молитвой к небу, исполнено такой силы, такого величия, духа, что становится понятно – сломить этого человека невозможно. Михаил Тверской встал во главе Тверского княжества в 1285 году. Это было очень непростое время. Русь находилась в зависимости от Орды, которая правила по принципу «разделяй и властвуй». Князья на Руси враждовали между собой, и в этих условиях все явственнее формировалась мысль «Русь должна быть под единой властью». В 1305 году великим князем Владимирским, старшим среди русских князей, становится Михаил Тверской. Однако это вызвало крайнее неудовольство московского князя Юрия Даниловича. Он начинает часто ездить в Орду, где сумел понравиться хану Узбеку. Мало того, он женился на его сестре, после чего ордынский хан пожаловал ему титул великого князя. Юрий Данилович понимал, что Михаил не смирится с этим унижением. Для того, чтобы сломить Тверь, хан Узбек вместе с московским князем отправил войско во главе со своим воеводой Кавгады. Татарские войска пришли на Тверскую землю и начали жечь города и села. И вот тогда князь Михаил Ярославич собрал Тверское вече и обратился к боярам и дружинникам, торговому люду. Он просил рассудить, виноват ли он чем перед московским князем Юрием Даниловичем, должен или нет защищать Тверскую землю. На это он получил единорушный ответ. Прав ты, господин наш, великий князь во всем. Пойди на них, беззаконных, а мы хотим за Святую Церковь и за тебя, и за Отечество положить души свои. И вот 22 декабря 1317 года около семла Бартенева Тверские войска встретили войско врага и взяли над ними верх. Это была первая победа русского оружия над татар-монголами. Победа, за которую Михаил Тверской заплатил дорогой ценой. Правитель Орды Хан Узбек решил бросить на непокорную Тверь всю мощь своего войска. И вот для того, чтобы избавить родной город от разорения, Михаил отправился к хану Узбеку на суд. Оклеветанный московским князем, татарскими воеводами, которых он разгромил в бою, после долгих и жестоких мучений он был убит в ставке хана. Вот как рассказывает об этом повесть о святом благоверном великом князе Михаиле Ярославиче Тверском. Убийцы же, словно дикие звери, ворвавшись к нему в вежу, нашли его стоящим. И тогда схватили за колоду, что была на шее его, и поднимали его на стену, и обвалилось в веже. И вот один из беззаконных извлек большой нож и ударил святого между ребер с правой стороны, и, обращая нож туда и сюда, отрезал честное и непорочное сердце его. Это произошло 5 декабря 1318 года. Именно в этот день Тверская земля отмечает день памяти Михаила Тверского. Русская православная церковь причислила Михаила Тверского к лику святых. И с тех пор он является небесным заступником Твери и всего Тверского края. И память о нем будет жить, пока стоит Тверская земля. Субтитры создавал DimaTorzok